Один в поле не омбудсмен. Это за пять лет своей кропотливой работы в должности поняла уполномоченная по правам человека Наталья Ковалева. В первый рабочий день нового года она трудится над докладом, анализом обращений граждан за 2018 год. На личный прием пришли больше 500 человек. Всего же проблем поступило больше 2200. Это весомый показатель. Структура из года в год примерно одинаковая. Считаю, что главное право это на жизнь, которое мы получаем с рождением. Это право очень взаимосвязано с вопросами медицины, согласно с этим, с вопросами социального обеспечения людей, права на жилье. То есть они вот вместе ходят, эти права. Причем вот тенденции и в этом году я смотрю, будет количество увеличения. У нас в том году очень серьезное увеличение прошло по вопросам социального обеспечения. Это социальные поддержки, пенсионного обеспечения, считают неправильно. Пенсии назначаются. И количество таких обращений у нас, с большому сожалению, растет. Омбудсмен – это связующее звено между гражданами и властями. Как такового административного ресурса он не имеет. Может только давать рекомендации и требовать реализации прав и свобод. Поэтому вопросы решаются не быстро, но все же решаются. Я как только пришла, мне сразу стали поступать жалобы из областной психиатрической больницы, из его фиалов Шуйского и Кенишемского филиалов. Но больше всего Шуйский филиал. Вот. Мы стали заниматься. Материала было много, в докладах было, на сайтах было, вы все это знаете. В каком материальном положении там находилось, когда вместо матраса были три подушки положены на кровати. После нашего доклада, после выступления тогда, а потом еще моих писем дополнительных. Вот в декабре я выезжала по жалобе, получила жалобу из Шуйской больницы. Опять, что у нас скучность. Ну, это бывает там решение суда. Мы когда туда приехали, крышу отремонтировали, и палаты, камеры отремонтировали. Они стали светлыми. Там приятно стало находиться. Впервые на питание в течение, вот с 1 июля 2018 года, у нас не стало жалоб на питание. По статистике, примерно 50% обращений заканчиваются консультацией. Люди о своих правах не знают, и им нужно просто разъяснить законодательство. Еще половину приходится решать. Наталья Львовна свою кандидатуру, несмотря на успехи в должности, выдвигать на следующий срок не стала. Надо уметь вовремя уходить. Нет, если честно, 5 лет это очень тяжелая работа, очень тяжелая нагрузка. Я человек очень эмоциональный. То есть я внешне вроде бы нет, но внутри это очень тяжело. Потому что это столько судеб. Я после каждого приема больная хожу. Вот эти судьбы все передо мной. 28 февраля истекает срок полномочий Ковалевой. В этот же момент Дума примет решение о назначении нового омбудсмена. Его кандидатуру должен направить губернатор и принять уполномоченные по правам человека в России. Должность Наталья Львовна передаст без хвостов, но с целым перечнем проблем, которые необходимо решать и будущему омбудсмену. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.